В рамках реализации государственной программы Республики Казахстан «Энергосбережение-2020» местные компании проводят работу для достижения энергоэффективности своих предприятий и устранению потерь. Так, в акционерном обществе «Жаев Теплоэнерго» проведено три энергетических аудита по тепловым сетям, в 18-ти котельном и уральской ТЭЦ. По итогам аудита выполняются соответствующие рекомендации. По рекомендациям энергоаудита ТЭЦ экспертами было выделено 17 пунктов и разработан план перечня, необходимый для проведения мероприятий на сумму более 800 миллионов тенге. Исполнение рекомендаций были поделены на несколько этапов. В первую очередь была проведена регулировка подачи теплоносителя в здание ТЭЦ. Таким образом, температура в помещениях была доведена до нормативных величин с исключением перегрева, что снизило тепловые потери. По ТЭЦ заменены лампы накаливания на энергосберегающие. Произведена оптимизация загрузки трансформаторов собственных нужд, что позволило провести в нормативный увеличен коэффициент мощности и увеличить потери в трансформаторах собственных нужд. Основные мероприятия по энергосбережению запланированы на 2020-2022 годы. В 2020 году запланировано устранить повреждения изоляции паропроводов и конденсатопроводов протяженностью 340 метров. В рамках государственной программы инвестиционного развития Нурлыжол в прошлом году были реконструированы объекты в тепловой изоляции и пенополиуретана, что позволило повысить безаварийную и бесперебойную подачу теплоносителей и горячей воды потребителям. На собственные средства АО «Теплоэнерго» провело в этом году ремонт 3,5 километра теплосетей, что износ сетей снизился с 51,6% до 51,3%. Заизолированы на собственные средства 1,5 километра тепломагистрали, что также дало понижение потерь. На 2022 год запланировано установить приборы учета тепловой энергии на каждый водогрейный котел и приборы учета пары и тепла на каждый энергетический котел. Сумма работ – 51 миллион тенге. Также планируется провести теплотехнические испытания котлогенераторов на сумму свыше 21 миллион тенге. Екатерина Шмидт, Дастан Бижанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.